МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Илья! Помогите! Помогите! Это случилось в Николаеве в марте 1971 года. Первоначальное происшествие трактовали как несчастный случай. Выпивший мужчина угорел от выхлопных газа в автомобиле. Погибший был мужем Лидии Михайловны Брейдбург, директора пункта приема вторсырья. Лидия Михайловна была женщиной властной, ее уважали и назвали исключительно по имени-отчеству. Именно она и обнаружила тело своего мужа Ильи. Все, кто видел в тот момент женщину, говорили, что на ней не было лица. Она испытала настолько сильное потрясение, что не могла говорить. На место выехала следственно-оперативная группа. Отдыхаем, Юрий Зиновьевич? Почему отдыхаем? Работаем. Здравствуйте, Стала Михайловна. Доброе утро. Ну что тут? Несчастный случай. Это кто вам сказал? Сам хозяин гаража? Да нет. Хозяйка вон сидит. Машина и муж мертвый тоже ее. Вот только подробностей никаких. В шоке. Может, вам что скажет? Я так и знала, что тем и закончится. Вашему мужу угрожали? Кто? Да кому он нужен? Я же говорю, типичный несчастный случай. Юрий Зиновьевич, ну вы хотя бы соседей просили. Уже? Да пил он. Компанию завел Ленька Печатник. Алкаш. Печатник? Уже установили. Леонид Федоров, местный алкаш. Работал в типографии, выгнали за пьянку. Лидия Михайловна не разрешала пидона. Верно, Лидия Михайловна? А что превратился? Я у него и права забрала. Этих паспорт спрятала, чтобы он по пьяни, а он... Угорел. А этот Печатник друг у вашего мужа? Друг. По бутылке. Работали когда-то вместе в типографии. Из разговора стало известно. Погибший Илья Иосифович Брейдбург в последнее время пристрастился к алкоголю. Лидия Михайловна давно поставила мужу условия. Напился, ночуй в гараже. Стелла Михайловна, что скажете? Ну, доктор говорит определенно. Отравление угарным газом. Выпил, заснул в машине при включенном двигателе. Выпивка есть. Отпечатки проверю. Вот. Результаты осмотра гаража. Как вы себя чувствуете? Что-то совсем расклеилось. Мне тут друг из Одессы. Корень имбиря передал. Говорят, при простуде очень помогает. Я чайок заварю? Давай. Следователь Гончарова. Кто? Строцинский? Нет, не знаю такого. Хорошо, давайте пропуск. Строцинский. Говорит свидетель убийства. Не вижу блеска в глазах Юрия Зиновьевича. Так с блеском или без? Тратим время на угоревшего алкоголика. Можно? Да, проходите, присаживайтесь. Строцинский. Я по поводу убийства. У нас во дворе. Вот, пожалуйста. А с чего вы взяли, что это было убийство? Ну, если я пришел, то с чего-то же взял. Как вас зовут? Анатолий Викторович. Я вчера вечером мусор выносил. Говорят, плохая примета, но... Что же вы не предотвратили-то, а? Позвольте, ну, почем я мог знать? Ну, прикрыл кто-то ворота. Мало ли что. Юрий Зиновьевич, как мимо вас такой свидетель пошел? Мы с товарищем милиционером не пересекались по поводу моего уважительного отсутствия. На работе я был. А уж, когда вернулся, то... А кто под ворота камень подложил, вы, конечно, не разглядели. Не разглядел. Но зато точно знаю, кто это был. Кто? Есть такая темная известная личность. Федоров. Печатник? Вот именно. Я его по спецовке узнал. И по берету. Только он в таком ходит. А еще могу добавить, что ворота эти имеют ручки только снаружи. Поэтому, если их подпереть, то можно и не выйти. Спасибо вам, Анатолий Викторович. Жаль, что только сейчас вы к нам пришли. Я могу идти? Идите. У убитого даже попытки не было ворота открыть. Там камни повсюду валяются. Припереть любым можно. Вот этот. Словно отброшен в сторону. И никакой это не несчастный случай. Нас уже обрадовали. Теперь твоя очередь. По мне пили двое. Один потом ушел. Вот результат экспертизы по вскрытию. Брэйдбург действительно отравился выхлопными газами. Но перед этим принял лошадиную дозу сотворного. Димедрола с водкой. Логика подсказывала. Даже самый запойный за булдыга, а Илья Иосифович таким не был, не рискнет принять такое количество таблеток одновременно. Значит, димедрол ему подмешали. В заключении криминалиста значилось, что на бутылке и стаканах, которые нашли в гараже, есть отпечатки двух человек. Одни принадлежат Брэйдбургу, вторые неизвестны. Возможно, это и есть отпечатки печатника. А вот с камня, которым подперли дверь гаража, снять отпечатки не удалось. Но имеющихся фактов было достаточно для возбуждения уголовного дела. И сразу же появился главный подозреваемый. Найти Леонида Федорова по прозвищу Печатник значило быстро раскрыть убийство. В собственном гараже директор пункта приема вторсырья Лидия Брейдбург обнаружила труп мужа. Первоначально происшествие трактовали как несчастный случай. Мужчина включил двигатель и угорел от выхлопных газов. Вскоре появляется свидетель, который видел, как ворота гаража снаружи подперся бутыльник Ильи Брейдбурга Леонид Федоров. Свидетель узнал местного пьяницу по спецовке и берету. Экспертиза показала, водку, которую пил Илья, подмешали смертельную дозу димедрола. Уже более года Федоров не работал в типографии. Его уволили за систематическое пьянство. Месяц назад он устроился грузчиком в магазин овощи-фрукты неподалеку от места, где было совершено убийство. Я сейчас кому-то стукну. Я так стукну, что больше не захочешь. Чего надо? Я спросить. А я что, справочная? Я заведующая. А центрального входа не пробовал? Старший уполномоченный Рувинский. Мне заведующую. Я заведующая? Вы простите, товарищи, но это невозможно. Нет у меня апельсинов. Полностью распорядились в райком. Вы знали такого печатника Федорова? А, и что этот придурок учудил? Почему сразу учудил? Понимаете, натура у него такая гнилая. Выпить и буровить. Взяла на свою голову грузчики. Участковый попросил трудоустроить, а сначала ссориться не хотела. А работник он никакой. С утра в похмелье не работает. После обеда выпить не работает. Три дня его уже нет. Да, ну и к лучшему. Уволили за прогулы. А чего раньше не уволили? Так умеешь же подмазаться. Три дня назад книжку новую принес. Детектив. В подарок. Я, конечно, ему трешку дала, чтобы не подумал, что я обязана. Интересно, откуда у него такой дефицит? Да черт его знает. Ну, вы не подумайте. Я ворованное не покупаю. А она у вас? Да, тут в магазине. Можно взглянуть? Изымать будете. Ну, вы что-то верните. Я же на самом интересном остановилась. Вот такую книгу вынесла завмагазином-оперативнику. Современный английский детектив. С этой книги московское издательство «Прогресс» начало серию выпусков современных зарубежных детективов. Тираж книги печатали несколько полиграфических фабрик. Как в руках пьяницы могла оказаться дефицитная книга? Этот вопрос не был главным. Важнее всего было найти печатника и узнать, что он делал в тот вечер, когда погиб Брейдбург. Следователь и криминалист отправились домой к Федорову. Но дома печатника не оказалось. Он не появлялся там уже три дня. Дверь его квартиры открыла соседка, живущая с ним на одной лестничной клетке. Федоров оставлял у нее ключи на всякий случай. Опасался, что свои может потерять. И где же он может быть? Да где? Спит где-нибудь пьяный. И часто так? Ой, да бывало неделю домой не приходит. Зальет глаза и понеслось. Нянькаются у нас с такими. А вообще он добрый, так он и мухи не обидит. Что скажете, Стэлла Михайловна? Предварительно могу сказать, что отпечатки в квартире и на стакане в гараже похожи. Скажите, вы знаете, где он хранит лекарства? Да, там вроде в нижнем ящике. Димедрол? Так он димедролом только лечился. Чуть зуб или голова, две таблеточки принял. И все как рукой. И все же, где же нам его искать? Лучше всего у типографии. Там он обычно слоняется. Рубчик у бывших клянчит. Или так, кто угостит. Там он точно. Стоп. Кто такой? Старший оперуполномоченный Рувинский. Чем могу быть полезен? Военный. Так точно. Третий, отдельный, саперный. А Леньку Федорова знаете такого? Да кто же его не знает? Что его приказано не пускать. Я и не пускаю. Часто тут бывает? Да как выпить захочет. И бывает. Конечно, поджидает. Пару-тройку дней назад был. Но трезвый. Обычно печатник крутился возле проходной довольно долго, бросаясь ко всем знакомым. А три дня назад терпеливо стоял в сторонке. Фу-фу, Ленька. Ты че такой смирный? Дело у меня тут. Дай закурить. А? Что? Ждешь кого-то? Главного жду. Не видел его. Так он еще не приезжал. Подожду. Ну, жди, жди. Я пойду. А ты жди. Вот же ж. А главного инженера, он так и не застал бой. В тот день он как раз приборел и на работу не вышел. А вот кто в машине был, я не разглядел. Ну, а были у Федорова какие-то знакомые на «Синем москвиче»? Да откуда у пьяницы такие знакомые? А книжка такая вам знакома? Да, у нас печатают. Выносят? Пусть только попробуют. У нас с этим строго. Я даже не читал. Старичный заказ. А откуда ж тогда она могла у Федорова взяться? Не могу знать. Я его на территорию типографии не пускал. Это железно. Единственный знакомый Федорова, у которого был темно-синий москвич, это его убитый собутыльник Брейдбург. Следователь предположила, что это он мог приехать к типографии. Но судя по пристрастию двух друзей к алкоголю, вряд ли они хорошо знали о планах друг друга. Откуда Брейдбург мог знать, что Федоров ждет на проходной типографии главного инженера? Да и документов на автомобиль и прав у него не было. Жена давно забрала. Возможно, Илья сел за руль без документов. А возможно, за печатником заехал другой темно-синий москвич. Внести какую-то ясность мог разговор с вдовой. Но женщина готовилась к похоронам, ее решили не беспокоить. Оперативники прибегнули к одному из самых надежных способов добычи информации. Разговору с местными лавочными бабушками. И буквально первая встреча принесла удачу. Старший уполномоченный Рувинск. Тише ты, ну старший, че ворали? Он тебе че сбит? Разрешите обратиться? Сади, сади. На днях Леньку Печатника машина подвозила. Литкина машина, директор шептор царя. Точно? Да что я, Литкину машину не знаю. Она же часто под вторцарем стоит. Вот ты слушай, до вечера понесла я бумагу сдавать. Вот соседка говорила, что за макулатуру новые книги дают. Еще там мылок, шпроты. Вот так директорша ж все вернула. И картон, видите ли, не подходит. А у самой, ты знаешь, там под стеной с топами картон тот стоит. Пункт приема вторсырья долгое время был одним из тех мест, где можно было отовариться дефицитом. Сдав макулатуру, взамен получали несколько рулонов туалетной бумаги, душистое мыло, стиральный порошок, дефицитные книги. Существовала система накопления за сданное вторсырье. Если гражданин не желал брать то, что лежало на прилавке сейчас, на него оформляли регистрационную карточку, в которой шел точный учет сданной макулатуры. И списывали ее тогда, когда сдатчик, так называли клиента, подберет нужный товар. На практике дефицит нужно было ловить, он не залеживался. Поэтому ко всей непростой схеме добавлялся немаловажный компонент. Дружба с работниками приемки вторсырья. А за рулем кто был? Так литка же была. С чего бы она этого ханагу подвозила? Этого не знаю. А вот подвозила, слышь, а может они это, он любовник ее. С чего вы взяли? А потому что я видела, какое у них расставание было. Ах ты, сволочь ты, пьянь ты, скотина, чтоб глаза мои тебя не видели. Пошел вон, сюда, с глаз моих долой. По словам пенсионерки, печатник был сильно пьян, не держался на ногах. Вахтер на проходной утверждал, что Федоров был трезв, когда садился в машину. А что ему было в сараях делать? Так домой пошел. У нас вот езжели между сараями, то так короче будет. Так все ходят? Чего еще? Грязно там, и одежу порвать можно. Сарайный Шанхай, на который указала пенсионерка, был идеальным местом для того, кто хотел спрятаться. Оперативник принял решение прочесать этот район. В это время следователь Гончарова пригласила к себе лидию Михайловну Брейдбург. Я не понимаю, в чем дело. Какие еще могут быть открывшиеся обстоятельства? Оказывается, вы хорошо знали Леонида Федорова. Я и не скрывала этого. Его все знают. Какие отношения у вас были с ним? Ну, какие могут быть отношения? Кто я и кто этот ваш Федоров? А свидетели показали, что три дня тому назад подозреваемый сойдет в ваш автомобиль. Ах, это! Товарищ следователь, у вас есть муж? А вот когда будет, то будете знать, что за мужа бороться нужно. Печатник спаивал Илью. Я решила с ним поговорить. И забрала его в машину. Предлагала откупные, чтобы он забыл дорогу к нашему гаражу. Знаете, как разговаривать с алкашами? А он еще руки распустил. Ну, я и залепила ему пощечину, и высадила из машины. Почему именно в этот день вы решили с ним поговорить? Загибайте пальцы. Раз. По словам Лидии Михайловны, в тот день печатник был почти трезв. Два. Я его увидела, и у меня было время. И три. Я была злая, как черт. Мой под утро из гаража в хлам явился. И угадайте, с кем он пил? Вы двое. Вон там будете посмотреть. А ты, вы, приходите, листик. Ты черт. А ты, вы, приходите, листик. А ты, вы, приходите. Твою же медь. Сюда! 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 Помогите! Ну-ка, ребята, снимите это. Ну вот и печатник нашелся. Вызываем криминалиста и судебного медика. На место убийства приехала следственно-оперативная группа во главе с Гончаровой. При обследовании трупа выяснилось, что печатника убили несколькими ударами кирпича по голове и присыпали хламом из тех же сараев. Следователь обратил внимание, что на убитом не было его спецовки и берета. В кармане брюк обнаружили вот эти ключи. На них печать Николаев втор сырье. Это были ключи от пункта приема макулатуры, которым заведовала Лидия Михайловна Брейнтбург. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, приема нет. Лидия Михайловна, мы встречались с вами. Помню. Но меня уже допрашивала эта ваша следовательша. Взгляните. Часом не ваш. Мои при мне. Лидия Михайловна, ты, конечно, как близнецы и братья. Странно, правда? Но это же не моя задача странности разгадывать, правда? Наполовину, правда. Потому что, похоже, что вы последняя, кто видела, печатников живых. А он что? Представляете? И в кармане у него находят не ключи от овощного склада, и не ключи от типографии, а ключи от вашего пункта приема втор сырье, к которому он не имел никакого отношения. Ну, я не знаю. Молодой человек, найдите того, кто его вот это... Вы же понимаете, меня подставляют. 70-е электронные системы безопасности только входили в жизнь. Большинство организаций довольствовались очень простым методом. Металлическая крышка от бутылки с газировкой, прибитая косяку двери и заполненная пластилином. От двери к ней тянулась ниточка, которую, уходя с работы, прикладывали к пластилину и придавливали печатью. Если кто и открывал дверь, то вынужден был нарушить рисунок печати. Обычно такую печать носили вместе с ключами от организации. Определить, где изготавливали ключи и дубликаты, довольно сложно. Таких умельцев много. А вот гравера, который мог сделать дубликат печати, найти гораздо проще. Теперь у оперативников были все основания провести тщательный осмотр квартиры погибшего печатника. А вы не слышали, Федорову кто-то угрожал? Так я и угрожала. Ну а что, он займет три рубля и потом неделями не отдает. Я он и участковому жаловалась. Угу. Угу. Погодите, откуда это у него? Откуда? С типографией. Когда там работал, частенько приносил. Так он же год как уволился. Может, друзья подкинули? Друзья должны быть совсем не в себе. Тут еще есть. Ого. Оперативник приехал в дом быта, чтобы поговорить с гравером, который изготовил дубликат печати. Рувинский понимал, улик против него никаких, так что если откажется говорить, то заставит нечем. Единственный шанс застать врасплох. Узнаете? Значит, понимаете, чем это вам грозит. Пройдемте, товарищи. Куда? В тюрьму. Подделка печати государственного учреждения. Кто заказал? Быстро. Ну, Лидочка. Лидия Михайловна. Угу. Ну, не надо в тюрьму. Напуганный и сбитый с толку, гравер признался, что действительно делал дубликат печати с оригинала, который принесла Лидия Михайловна. Как она пояснила, на случай, если потеряет ключи. Оперативник Рувинский уже не сомневался. Лидия Михайловна, та еще актриса. Рассчитывать на правду от нее милиционер больше не мог. Дубликат ключей заказала она. Как этот дубликат оказался у печатника? Она отдала или муж выкрал? И есть ли связь между ключами и стопкой похищенных детективных книг, найденной дома у печатника? Следователи оперативник чувствовали. В ответе на этот вопрос кроется мотив двух убийств. Чайку? Я бы с радостью, Лидия Михайловна. Да вот только радости у меня нет. А что так? Обманули вы меня. Это чем же? Дубликат печати вы заказали. Сказать у кого? Ну не помню я. Давайте-ка под чаек, по-хорошему, повспоминаем. Подтвердим, так сказать, показания свидетеля. Это запасные ключи моего мужа. Илья допоздна загружал машины. Ну не ночевать же директору до ночи. Вот я и сделала ему запасные ключи. По-семейному. А как же они у Федорова оказались? Ну может случайно. А может украл. Пьющие люди, кто их поймет? Понимаю. А что это у вас макулатуры нету? Не несут? Макулатуру иногда вывозить нужно. Вывезли. Крепко. Сразу. Юрий Зиновьевич, в кабинете я, между прочим, женщина. А вы... Уважаемая Валентина Ивановна, я, конечно, могу пойти ботинок на улицу почистить. Но вдруг у вас какой-то вопрос появится по следствию. А согласитесь, в носке сюда бежать неудобно. Бесит меня это дело. Чувствую, что все связано, за что ухватиться не знаю. Это вдовушка намутила, это факт. Но как и для чего? А вы домой не собираетесь? Собираемся. Вот только эту заразу очищу. Глянь, чем тут можно? Спиртом, ацетоном. Это клей. Казеиновый. Типографии были? На пункте вторсырья. А при чем тут типография? Его используют в переплетном. Где? Переплеты клеят. Ищем логику. Первое. Типография книги-печатник. Второе. Муж директрисы, пункт приема, ключи-печатник. Клей. Типографский клей для книг. Склеивается? Вот только на пункте приема хоть шаром покати. Вывезли. На базу, интересно, что они туда вывезли? Надо на базу ехать. Я с утра в типографию. Пошли. Эй! А чем эту заразу очистить? В собственном гараже директор пункта приема вторсырья Лидия Брейдбург обнаружила труп мужа. В алкоголь Ильи Брейдбурга подсыпали большую дозу димедрола и пытались выдать происшествие за несчастный случай. Под подозрением местной пьяницы Леонид Федоров. Его видели накануне убийства у гаража. Вскоре Федорова находят убитым. В его кармане обнаружили ключи от пункта приема макулатуры, которым заведовала Лидия Михайловна Брейдбург. Здравствуйте. Здравствуйте. А что это у вас за книга? Современный английский детектив. Откуда она у вас? Ты чего? Жорка продал. Какой Жорка? Так вот. На этой книге два убийства. Это вышка. Откуда она у тебя? Она сказала, что это брак из типографии. Какие убийства? Кто она? Лидия Михайловна. Вставай. Грузчик рассказал, что Лидия Михайловна вчера рано утром, вне графика, вызвала его забрать макулатуру. Среди различной бумаги были стопки книг, якобы типографический брак. Грузчик с удивлением обнаружил, что книги вполне себе хорошие. Ну, думаю, что бы не заработать-то. Дефицитные книги, изъятые у грузчика базы вторсырья, были идентичны тем, которые нашли в квартире печатника. Логично предположить, что и печатник, имевший доступ в пункт приема вторсырья, и грузчик взяли упаковки книг только там. Как готовые книги, которые сейчас выпускают в типографии, могли оказаться в пункте приема вторсырья? Вам знакома эта книга? Ну, конечно. Заказы с центра очень ответственные. Как раз над ним работаем, правда, по срокам немного не успеваем. Ага. Печатать не успеваете, а в продаже уже есть. Это как? Понимаете, современный английский детектив, ну, никак не может быть на полках в продаже. Мы их даже на склад не отгружали. Вот, поэтому очень серьезно наблюдают, не дай бог какой-то брак, сразу изымается все. А куда вы деваете брак? Ну, как всегда, сдаем на базу вторсырья. А как это брак оказался в городском пункте приема вторсырья? Понимаете, база за городом, конец месяца, экономим время, мы им, они на базу. Извините. Ну, с этим мы разберемся и очень серьезно. Вам знаком этот человек? Заешь тебя, мышь. А этот пьяница тут при чем? День своей смерти он прождал вас на проходной больше часа. Ну, давайте все в кучу. Я что, виноват, что приболел? Звонил он мне, просил о встрече, говорил, что-то важное у него, даже угрожал. Но я сказал, завтра. Ну, она завтра приболела. Лидию Михайловну оперативник лично привез в кабинет следователя Гончаровой. Лидия Михайловна, я предупреждал, что разговоры, помню, не помню, ни к чему не приведут. Так что готовьтесь отвечать в комплексе. Вы какое дело ведете? Вообще, дело о двух убийствах. Но вполне возможно, что это станет делом о хищении в крупных размерах. Или делом о казеиновом клеевке, который оступил в вашем пункте приема вторсырья. Свою фабрику наладили. Из брака книжки лепила. Не пропадать же добру. И ключи с печатью изготовила тоже я. Илья с Ленькой-печатником до утра в гараже пили. А когда не хватало, вламывались в квартиру. И чтобы не поднимать шума, я оставляла три рубля на работе. Чтоб не будили. Видимо, в тот раз Илья дал ключи печатнику. Тот приехал на базу и, видимо, смекнул, что к чему. И решил поднять шум. Позвонил главному инженеру, а тот мне. О чем вы договорились? Я уговорила главного инженера несколько дней не выходить на работу. А за это время надеялась уговорить Леньку. А как печатник оказался у типографии? Я не знаю. Мне позвонил главный инженер. Просил приехать и забрать его. Я приехала и забрала. А дальше вы знаете. Что именно? Печатник напился, стал приставать ко мне. Я его высадила. Печатник встретился с инженером? Не знаю. После этого как-то все затихло. Я думала, они договорились с нами. Значит так. Гражданин Гонта Игорь Игоревич. Расхищение социалистической собственности уже имеем. Организация преступной группы тоже есть. Теперь убийства. Даже два. Начнем с более понятного. Федоров. Да не убивал я его. Я его даже не видел. Следователь поинтересовалась, о чем Гонта говорил с гражданкой Брейдбург. Попросила не идти на работу. Обещала, что все сама уладит. Да не убивал я его. Ну как же вы не понимаете? Опа. А это, я так понимаю, не ваш фасончик. Не мой. А чей? Ссылочка. И гляньте своим зорким оком. Пятна похожи на кровь. Несомненно. Не мое это. Товарищи, не мое это. Конечно не ваше. Это печатник. Может собираться. Гражданин Гонта, вы задержаны по подозрению в двух убийствах. Товарищи, я вам честно говорю. Это не я. Я не убивал его. Это не я. Товарищи, ну чест. Да. В ходе допросов главный инженер типографии Гонта признался, что действительно при пункте приема организовал небольшое предприятие. Когда типография получала заказ на печать дефицитной литературы, значительную часть тиража оформлял как брак и без обложек отправлял в пункт приема вторсырья. Ночью Илья Брейнбург, опытный переплетчик, собирал книги на самодельных переплетных станках. Для этого ему нужны были ключи от пункта приема. Готовые книги через проводников поездов отправляли в разные города. Чистый доход производства составлял 200 рублей в день. Больше месячной зарплаты главного инженера. За несколько месяцев работы Гонта и Лидия Михайловна заработали по 15 тысяч рублей. Чтобы предотвратить катастрофу, нужно было всего лишь избавиться от ненужного свидетеля Федорова. Будьте здоровы. Спасибо. Простите, приболела. Ну что, начинаем? Угу, давайте. Юрий Зинович, мы начинаем. Подойдите. Посмотрите внимательно на этого человека. Похоже на того, которого вы видели в день убийства. Пусть присядет. Пусть присядет. Присядем. Нет, не он этого. Точно не он. Юрий Зиновьевич, сворачиваемся. Вставайся. Не получается. Ключ секретно, что ли. Лидия Михайловна, закройте ворота. Стойте, стойте. А кто это? Похоже. А ну-ка, пусть подложит камень под ворота. Пусть камень под ворота подложит. Подобрите камень в ворота. Она это. Точно она. Все экспертизы подтвердили. Федоров погиб раньше Брейдбурга. А это значит, что смерть Ильи, с которой началось все расследование, могла быть просто заметанием следов. И мотивы у двух убийств могли быть совершенно разными. Просчитанные до секунд действия показали, что Лидия Михайловна Брейдбург вполне успевала высадить Федорова, а потом на машине объехать район Сараев и встретить его с противоположной стороны. А вот свою причастность к убийству мужа она отрицала. И ее опознание плохо видящим соседом было слабым аргументом обвинения. Лидия Михайловна твердила, что у нее не было причины убивать мужа. Действительно, смерть Ильи, если не крах, то полная остановка их подпольного бизнеса. Без переплетчика дело стояло. Вам надо думать, как строить защиту, а не как все отрицать. Я думала о мучении жить с подонком, а оказывается, мучение разговаривать с вами. Илья еще днем выпил, а вечером в гараже добавил хорошенько. И печатник с его ключами ночью пошел в пункт. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Я знаю, чем вы занимаетесь на пункте приема вторсырья. Федоров, ты что ли? Ночь на дворе. Хищение социалистической собственности. На расстрелке. Ты пьян, что ли? Да я как-то... Только наш типографский брак увидел, сразу же все понял. И станочки стоят переплетные. Понятно, почему Илья с типографией уволился. Я к жене в грузчике пошел. Да погоди ты. Нечего годить. Замтра ты у меня в проходной встречаешь, понял? И любое КСС надрублю. Все. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Лидочка, ты... Как эта тварь меня подставила? Я понимала, что Игорь решить проблему не сможет. И поэтому вы решили убить Печатника. Если бы он ко мне пришел, я бы решила проблему. Денег дала бы. А он поперся к типографии, на люди. Я посадила его в машину. Не хотела, чтобы нас видели. Ну, даже если бы и видели, я бы все равно все списала на мужа. В машине я ему дала водки. Пока ехали, он целую бутылку вылакал. Я свидетелей искала. Зачем? Ну, чтобы видели, что я его из машины высаживаю. А потом объехала сарай с другой стороны. Вы сняли с Печатника спецовку и берет. Дальше? Удивительно. Первый раз я боялась больше. А тут... А тут все до мелочей. И стакан, из которого Печатник пил у меня в машине, и тот прихватила. И димедрол купила. Муж говорил, что Печатник лечится димедролом. Я и подсыпала этот димедрол мужу в водку. Какие люди? Чего пришла? Соскучилась? Выпью? Ну, ты даешь. Не ожидал. Подожди, сейчас стол сообразил. Извини, Ледок. Извини, Ледок. Как так-то? А вот так вот. Прошу к столу. Только стулья нет, Ледок. А давай в машине. Там чище. Как скажешь, Ледок. Ну? За нас, Ледок. Ух. Ух. Субтитры сделал DimaTorzok Как же спецовка и берет оказались у главного инженера? А очень просто. Когда все завертелось, я прибежала к нему вечером. Просила совета, как мне жить дальше одной, а он, добрая душа, утешал меня. Бегал за водой и лекарством. За организацию совершения двойного убийства Лидию Михайловну Брейдбург приговорили к высшей мере наказания. Скрывшиеся во время следствия хищения на типографии, организованное главным инженером, были выведены в отдельное производство. За организацию хищения социалистической собственности главный инженер Игорь Игоревич Гонта приговорен к 12 годам лишения свободы. Продолжение следует... Продолжение следует...